Всем привет! В этом выпуске предлагаю вашему вниманию архитектуру эпохи ленинградского модернизма. В середине 50-х годов советские архитекторы уже порядком устали от сталинской архитектуры с ее бесконечными колоннами и прочими украшательствами. Кроме того, в мире вовсю уже началась эпоха модернизма и, конечно же, и нашим архитекторам хотелось попробовать что-то совершенно новое, что-то радикально отличающееся от этого. Кроме этого, послевоенная страна нуждалась просто в миллионах квадратных метрах жилья, поскольку огромная часть населения жила в абсолютно неподобающих условиях, бараках и тому подобное. Поэтому в середине 50-х годов, в эпоху Хрущева, началась так называемая борьба с излишествами, которая, с одной стороны, позволяла сэкономить на вот этих всех украшениях, привести все жилые дома к какому-то единому варианту, например, делать их из панелей, которые можно массово строить задешево. В результате массового строительства однотипного жилья архитекторы отошли на второй план, на первое место вышли строители с их квадратными метрами. В итоге вся страна, начиная от Калининграда до Петропавловска-Камчатского, была застроена абсолютно однотипными панельками, которые все видели. И, в общем, ни у кого они не вызывают особого восторга. С другой стороны, проблема жилья была частично или даже, наверное, почти полностью решена. Архитекторам все же осталось небольшое место для творчества. Но, прежде всего, это касается общественных зданий, где они все же могли воплотить все свои фантазии в соответствии с эпохой. И в этом выпуске мы с вами посмотрим, на мой взгляд, наиболее интересные постройки времен ленинградского модернизма. То есть это примерно с 1960 по 1991 год. Приятного просмотра! Но начнем мы наш рассказ с Финляндского вокзала и вот этого замечательного памятника Владимиру Чуленину на Броневичке, который был построен в 1926 году. И вот этой замечательной площади, которая выходит прямо на Неву. Уже к 40-м годам главный архитектор города Николай Баранов создал проект нового вокзала в стиле сталинской неоклассики. Предполагалось, что здание вокзала, во-первых, будет обращено к Неве, будет с четырехэтажным залом ожидания, колоннами, ну и со 100-метровой башней со шпилем. Однако Баранов был осужден по ленинградскому делу, исключен из союза архитекторов и вернулся только в 1954 году после реабилитации. Однако к середине 50-х уже вовсю началась борьба с излишествами в архитектуре и вид вокзала был упрощен, колонны были редуцированы до вот такой вот прямоугольной формы. И фасад тоже уже заложили к приезду Баранова, да так, что он уже не мог выдержать 100-метровую башню. Однако Баранов все-таки предложил построить эту башню высотой не 100, а 50 метров, ну и таким вот шпилем ее дополнить. В итоге получается, что эта башня не совсем уж как-то пропорционально смотрится на фоне вот этого огромного здания вокзала. В 1969 году выпускники училища имени Мухины создали 17 аллегорических горельефов, которые украшают здание вокзала. Здесь даже вот можно увидеть такой вариант цветового окна, часы. Ну и я, конечно, очень сильно мечтаю, когда же все-таки здесь как-то расхламят этот вид, чтобы можно было все-таки видеть поезда вот с этой точки. В 1970-е годы старый вокзал практически полностью был разобран, кроме вот этого небольшого фрагмента, который был включен в фасад нового здания вокзала. Перед нами здание телецентра, построенное в 1961 году, то есть буквально через год после того, как был построен финляндский вокзал. И здесь вот прям видно, насколько оба здания похожи. Ну и еще чем отличается здание телецентра от финляндского вокзала, то что перед ним нет какого-то большого пространства, поэтому это довольно-таки большое здание, здесь как-то так тесновато смотрится. Здание максимально простое, никакого декора нет. Ну вот, за исключением только если небольшого солнышка вот в этом месте. Ну и вот еще третье здание, которое очень похоже на финляндский вокзал и на здание телецентра, особенно вот этим своим главным фасадом. Театр юных зрителей, построен в 1962 году. Перед входом мы видим скульптуру двух юношей, а с этой стороны двух девушек. Ну и здесь же на фасаде такая вот интересная мозаика. В 1950-м годам стало понятно, что рынки старого образца, они уже не актуальны. И во-первых, по санитарным нормам, во-вторых, не очень понятно, как контролировать все эти маленькие лавочки. Опять же, они не очень-то удобны для покупателей, да и для продавцов тоже. Поэтому было решено построить рынки нового образца. Архитекторы хотели обеспечить естественное освещение внутри здания рынка. И к тому моменту было подсчитано, что если это делать из вот таких вот стеклоблоков, то это будет в два раза дешевле. А вот для таких помещений, собственно, прозрачность не так уж и важна. Всего было построено три таких рынка. Московский рынок, Невский рынок и вот этот вот Некрасовский, он же Мальцевский рынок. Но, к сожалению, только у этого здания сохранились стеклоблоки, поэтому я решил показать вам именно Некрасовский рынок. Ну и давайте посмотрим, сохранилось ли что-то интересное и внутри рынка. Прежде всего рынок впечатляет своим таким куполом, который состоит из отверстий трех разных размеров, которые пропускают дополнительный дневной свет. Рынок изначально планировался как образцово-показательный, с вентилируемыми кладовыми, холодильными камерами в подвале, грузовыми лифтами. И всего предполагалось здесь 700 торговых мест с прилавками, которые были не только обеспечены проточной водой, но и облицованным рамором. Сейчас, конечно, довольно сложно это представить, но на момент постройки зал получился настолько необычным, что, в общем-то, он сыграл роль аэропорта в фильме «713. Просит посадку», который вышел в 1962 году. Перед нами большой концертный зал «Октябрьский», построенный в 1967 году, ну и назван в честь 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции. В 60-х годах здесь находилась греческая церковь 19 века, ну и она была снесена, и на месте этой церкви построили вот это вот чудо архитектуры. БКЗ «Октябрьский» построен прямо вот среди плотной исторической среды, ну и выглядит как слон в посудной лавке. Ему тут визуально не хватает места, настолько он огромный какой-то. Здание получилось настолько без каких-либо излишеств, что даже авторы испугались, видимо, и решили тут добавить такой вот революционный барельеф. По-моему, в мастерской они кушаны. Вот здесь явно это Ленин Владимир Ильич. Перед нами дворец «Октябрьский» юбилейный, который, как и БКЗ «Октябрьский» был построен к 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции в 1967 году. С одной стороны, здание дворца «Октябрьский» старается не выделяться своими габаритами на фоне исторической застройки Петроградской стороны. Высота здания всего лишь 22 метра. Кроме этого, фасад здания выполнен в виде таких вот упрощенного вида колонн, что тоже синхронизирует его с исторической средой эпохи классицизма. Здание достаточно новаторское для своего времени. Пространство шириной 93 метра перекрыто такой интересной конструкцией, типа велосипедное колесо, такое перевернутое по горизонтали, которое держит кровлю с помощью металлических тросов-вант. Перед нами дом бытового обслуживания на Лермонтовском проспекте, построен в 1969 году. Дом бытового был построен прямо напротив синагоги. Изначально здесь предполагалось, что на пяти этажах будут располагаться 13 предприятий по ремонту часов, телевизоров, магнитофонов, юливерных изделий, фотоаппаратов. Также здесь можно будет заказать шторы. Ну и отдельное помещение предполагалось под ателье мод, парикмахерскую и салонно-фотографии. Достаточно все удобно, смотрите, есть класс гитары и флейты. Буквотная следующая дверь. Массаж, пожалуйста. То есть можно сначала сюда, потом сюда, ну или наоборот. А это вид на фасад со стороны синагоги, который здесь величественным образом отражается. Ну и как можно заметить, здание по-прежнему используется по назначению. Здесь есть и химчистка, и продовольственный магазин, ювелир торг, фото и ремонт обуви. В общем, все, что нужно. Довольно актуальный и по сей день вопрос для Санкт-Петербурга. Что делать в тех местах, где сплошная линия застройки была разрушена, например, в ходе Великой Отечественной войны. Здесь, обратите внимание, сохранена линия улицы, но при этом дом даже не пытается мимикрировать под своих исторических соседей. И даже по высоте он просто вот так вот специально сделан выше. Ну и рядом находится аналогичный еще один дом вставка. Хотя лично мне больше всего нравится вот этот вот дом вставка на улице Гачинской. Здесь, естественно, мы сразу видим, что это модернизм. То есть дом вообще даже не пытается быть хоть как-то похожим на соседние исторические дома. С другой стороны, по высоте он соответствует исторической застройке. Ну и здесь есть такая индивидуальность. То есть такие вот два эркера башни как бы придают ему такой интересный вид. Однообразие и унылость панелек советские архитекторы пытались хоть как-то скрасить вот, например, такими интересными мозаиками. В конкретном доме их таких вот два вида. А вот перед нами еще один вариант, каким образом советские архитекторы пытались разнообразить форму. панельных домов. Это так называемые дома-трилистники. Вот один перед нами и дальше вот следующий. Здесь получается, что возникает возможность сократить количество используемых лифтов, мусоропроводов, лестниц и так далее. Вот за счет такой интересной оригинальной планировки. Как раз у нас здесь сейчас одновременно видны все три лепестка. И балкончики такие как раз вот в местах пересечения этих лепестков. Еще одна такая отличительная особенность, это такие вот огромные окна-витрины, расположенные на первом этаже здания. Ну и наверху мы можем увидеть, что вот у первого дома трехлистника, что вот у второго находится такая корона, которая не выполняла какой-либо полезной функции, просто была установлена для красоты. А вот перед нами еще одна попытка разнообразить прямоугольный панельный ландшафт, так называемый дом-стакан. Дом-стакан построен из кирпича и лишь в центре имеет такой монолитный сердечник, в котором находится лифтовая шахта. И, соответственно, коридоры здесь имеют кольцевую форму, а помещение трапециевидное, расположенное такими как бы лепестками вокруг этой шахты. Ну и еще одной отличительной деталью дома-стакана является вот этот вот треугольный эркер, который имеется у каждого окна. В 1976 году был построен первый такой дом, и вот он отличается от всех остальных. А именно на его первом этаже находится такое еще одно помещение в виде шайбы. Изначально здесь находилась столовая, кухня и другие полезные помещения. А само здание, вот это вот первый дом-стакан, предназначалось для общежития, я так понимаю, оно там до сих пор и находится. Третий дом-стакан. Все три находятся между метро Купчино и Дунайское. Сейчас я иду по Новосмоленской набережной. Здесь находятся еще четыре интересных жилых дома, построенных по индивидуальному проекту. Так называемые дома на ножках. Такие вот четыре 22-этажных дома. Своё название дома получили по таким вот характерным опорам, которые изначально были необходимы для защиты здания от наводнений, которые что в Петербурге, что в Ленинграде проходили регулярно до строительства дамбы. Перед нами мастерская скульптора Аникушина, построенная в 1969 году. Аникушин очень долго хотел, чтобы у него появилась собственная мастерская, где он может творить. И в 60-х годах он победил в конкурсе на проект памятника Ленину, который сейчас стоит перед Дворцом Советов. И для того, чтобы он плодотворно трудился, было возведено вот это вот здание. У него такой главный объем. Это вот эта вот мастерская с огромным окном 18-метровой высоты, направленная на север, чтобы впускать внутрь рассеянный свет. Ну, мастерская оборудована всем необходимым, в том числе у нее есть такой металлический станок, на котором скульптуру можно вращать в разные стороны и смотреть, что же получится. Сейчас здесь находится музей, довольно-таки интересный механизм этот поворотный. Он до сих пор работает, поэтому, кому интересно, обязательно подойдите, посмотрите. Здесь вот есть даже такие витрины с примерами работ. Это перед нами, наверное, один из самых интересных детских садиков во всей, даже, наверное, России. Построен был в 1984 году, рассчитан на 160 мест. Изначально идея была в том, чтобы построить как можно более необычное здание. К сожалению, все я посмотреть не могу, но что-то закрыто. Но уже хотя бы с этого угла видно, что оно и правда необычное. Причем, из-за недостатка архитектурных элементов, создатели этого проекта проявили полный креатив. То есть, можно увидеть, что они даже использовали, например, канализационные люки в качестве таких вот элементов. Еще один эпичный вид на садик я нашел со дворов. Тут вам и дворницкая бывшая, и гаражи сохранились. И здесь еще можно заметить, что вот на этих вот башнях садика сделаны такие световые окна из стеклоблоков. К концу 60-х годов стало очевидным падение престижа профессионального технического образования. С учетом этого, в 1972 году постановлением ЦК КПСС было зафиксировано о том, что необходимо принять меры по улучшению строительства учебных заведений профтехобразования. Ну или, условно говоря, ПТУ. Всего за одну пятилетку в Ленинграде было построено около 30 новых ПТУ. Причем здесь практически была отдана полная свобода архитекторам на их фантазию. В результате были построены довольно интересные сооружения. Вот одно из них. Это профтехучилище номер 147, объединение Скороход. Построено в 1982 году. Здесь мы видим такое как бы окно круглое, которое повернуто под таким прямым углом. И по центру у нас такой вот цилиндр, да, это пожарная лестница. Этот ракурс тоже весьма такой удачный у здания. Какое-то прям нагромождение довольно-таки интересных форм. Еще один ракурс на здание. Вот здесь у меня уже сверху ассоциация уже с каким-то кораблем, который там как будто застрял. Мне кажется, довольно интересно получилось. Спасибо. Спасибо. В общем, я достаточно впечатлен. этим зданием. Обязательно приезжайте и посмотрите ПТУ Скороход. Перед нами еще одно шедевральное ПТУ. Это у нас профессионально-техническое училище номер 86 стали прокатного завода. Построено в 1979 году. Фасад напоминает металлическую ленту, которая выходит из-под прокатного стана. Мне кажется, вполне похоже. И вот здесь мы видим такой интересный декор корпуса. Сейчас здесь находится реабилитационный центр. Так, главное не упасть. Смотрите, какое тут интересное оформление. Вот такой прикольный профиль. И просто шедевральные окна. Смотрите, какие. Ну и сейчас я иду по парку Сосновка. Идем мы так с вами по лесу. Идем. И вдруг перед нами возникает практически такая вот башня Саурона. Как будто внеземной космический корабль приземлился. И гости с других планет вот-вот выйдут нас поприветствовать. Это Центральный научно-исследовательский институт робототехники и технической кибернетики. Институт робототехники и технической кибернетики был создан в 1968 году. На базе кафедры автоматики и телемеханики Политехнического института. Как особое конструкторское бюро, выполнявшее заказы космической отрасли. В том числе, одной из задач была разработка систем мягкой посадки космических аппаратов. Для испытания механизмов безопасной стыковки кораблей в космосе. И потребовалась вот эта вот высокая полая башня. Где можно моделировать ускорение до 4G. Вот эти вот острые ребра формируют такой строгий образ какого-то готического собора. Наверное, из-за этого и возникает впечатление, что это нечто похожее на башню Саурона. В башне до сих пор проводятся испытания. А так, в принципе, НИИ участвовала в разработке систем управления мягкой посадкой космических кораблей «Союз». Систем обеспечения жизнедеятельности и других всеволожных компонент. В том числе, принимала участие в разработке автоматической станции «Луна-16». В конце 80-х институт участвовал в создании и эксплуатации мобильных роботов для радиационной разведки и ликвидации последствий аварии Чернобыльской АЭС. Ну и уже в начале 90-х годов принимал участие в создании системы роботов-манипуляторов для космического корабля «Буран». Это перед нами гостиница «Русь». Невероятно брутальное здание, построенное уже на заре советского периода в 1988 году. Гостиница располагается здесь до сих пор. Ну, а это перед нами новое здание Петроградского района КПСС, устроенное в 1981 году. Главным элементом здания, как можно заметить, являются такие эффектные три арки огромного-огромного размера, что является, с одной стороны, отсылкой к каким-то историческим моментам Санкт-Петербурга, а с другой стороны, по зданию мы сразу видим, что это модернизм по такому грубому-грубому фасаду. Такие вот интересные здесь, я так понял, фонари. Перед нами еще один невероятный шедевр эпохи модернизма. Это учебно-лабораторный комплекс номер 5 Ленинградского электротехнического института, построенный в 1975 году. Посмотрите, что это такое вообще. Как только они называют этот стиль, например, авторы называли это словом неортодоксальный эмоциональный функционализм. Например, так. Когда-то я здесь был на экскурсии, и вариант названия стиля был деконструктивизм. Больше всего здесь впечатляет то, что здесь как будто нет какого-то главного элемента. Здесь мы видим настоящий хаос из разных каких-то частей. Куда смотреть не очень понятно. Никакого центра здесь нет. В общем, здание достаточно любопытное. Я рекомендую обязательно сюда подойти и насладиться. В начале 60-х годов уже было очевидно, что количество автомобилей, имеется в виду личный транспорт, растет довольно быстрыми темпами. И обычных уже таких небольших гаражей не хватает. С учетом этого появилась потребность в проектировании многоэтажного гаражестроения. Ну и наиболее впечатляющим примером ленинградского гаражестроения стало вот это вот здание. Это у нас автобаза обкома КПСС. Построена в 1991 году. В этих новых по тогдашним меркам проектах предполагалось, что в таком многоэтажном гараже будет минимальное количество сервисов. Вроде мойки, ремонта и так далее. И при этом заезд в гараж должен быть очень легким для даже неопытного автомобилиста. Ну и уже с конца 70-х годов в Ленинграде начинают появляться многоэтажные гаражи. Ну по-нашему это уже сейчас называется паркингами. С характерными вот такими вот заездами для автомобилей. Ну и как у всех современных паркингов здесь есть не только заезд, но и выезд. Хотя может быть конечно и наоборот. Сейчас я нахожусь на территории пространства Порсиев Кабель. И здесь тоже одно из ключевых зданий, пространства. Как раз относится к эпохе модернизма тоже. Это цех номер 12, 1978 года постройки. Ну и с территории пространства открывается вид на морской вокзал. Сейчас тоже пойдем его смотреть. В 70-х возникла концепция морского фасада города, которую планировали возвести как раз на Васильевском острове, чтобы со стороны моря открывались виды на прекраснейшие здания. Всего было построено не так много общественных зданий. Я так понимаю их всего три. Это вот морской вокзал, который перед нами, 1983 года постройки. Гостиница Прибалтийская и здание Яхт-клуба. В процессе проектирования было переверно довольно много вариантов того, как должен выглядеть морской вокзал. Наконец был выбран вариант с парусообразными элементами из легких панелей с алюминиевым покрытием. Это роднит морской вокзал с гостиницей Прибалтийская. Паруса получились не просто красивыми, они выполняют функциональную роль. Например, они либо на верхних этажах служат ограждениями для балконов, ну и либо скрывают воздухозаборы на нижних этажах. Вот так вот выглядит вокзал у нас. Здесь такая брутальнейшая просто лестница. И световое окно. Ну и изначально в семиэтажном здании на трех верхних этажах располагалась межрейсовая база моряков. Ну и четыре нижних этажа. Они использовались как пассажирские помещения. На данный момент здесь много всяких разнообразных заведений. Можно попить кофе. В том числе есть рестораны, там другие заведения, музеи даже есть. Но вот есть какие элементы, которые остались еще от вокзала. Вот выход в город, например, я нашел. Ну а перед нами еще один шедевр советского модернизма. Гостиница Прибалтийская. Главный элемент морского фасада Ленинграда. Построена в 1978 году. Как видим, фасады ничем особо не декорированы. Но все-таки небольшие такие отсылки к Петербургу есть. Вот, например, сейчас мы с вами увидим такой маскарон. Отсылка к исторической застройке Петербурга. Ну и перед главным ходом гостиницы нас встречает такая скульптура. Здесь изображены два таких юноши, которые связывают между собой старое и новое в морском деле. Вот справа юноша держит парусник, а слева юноши в руках винт. Монструозное здание вмещает в себя около 1200 номеров. Заходим в гостиницу и перед нами такая вот замечательная елочка и шикарные светильники. Подходим на ресепшн. Стойка осталась в оригинальном исполнении. Она такая выполнена из граниты, напоминает питерские набережные. И здесь вот видите, еще осталась советская такая версия телефон-сервис, телефонный сервис. В таком британском исполнении с точки зрения английского. Здесь можно было позвонить куда-нибудь в другой город, может быть и в другую страну. Световые окна. Перед нами купол ресторана, сейчас туда зайдем. И вот это все, что осталось от вида на море. Вот море как раз виднелось из этих вот окон. Сейчас, конечно, там никакого моря нет. Люстра медуза сохранилась еще с советских времен. Смотрите, какое великолепие. Сейчас посмотрим номер, который остался с оригинальными интерьерами. Вот так вот как-то это выглядело. Естественно, Владимир Ильич. Еще один. Суправочник по иностранной валюте. Аргентина, денежные единицы, песо. Турция. Банкнота в 10.000 и 10.000 песо. 50.000 песо. Это у нас нота 304. Номер предполагался двухэтажным. Вот второй этаж. Люстра. Оригинальное кресло Якобсена. Осталось тут одно такое. А это часть фасада гостиницы, обращенной к Финскому заливу. То есть здесь можно увидеть, что оба таких рукава гостиницы идут под таким острым углом. Причем номера все так или иначе обращены к воде. Раньше здесь был фонтан. И дальше уже Финский залив. Ну и уже в капиталистическую эпоху сделали несколько волн намывов. И гостиница оказалась очень-очень далеко от воды. Сейчас я иду по самой западной части Петровского острова, где находится старейший яхт-клуб Петербурга. Он был основан в 1860 году. В 1924 году клуб был нациализирован и в 30-е годы перенесен на Петровский остров. Ну в такую погоду, конечно, сложно представить. Но в летнее время, если вы придете сюда, то увидите с большой вероятностью яхты, которые здесь активно ходят. Ну а для нас самым интересным объектом здесь является яхт-клуб. Третий построенный объект в рамках концепции морского фасада. Построен он был в 1980 году. Здание яхт-клуба привлекает своей такой интересной кристаллической формы и треугольниками на фасаде, которые, естественно, перекликаются с парусами яхт. Наружное ограждение третьего этажа, выполненное из таких тоже треугольных плит, облицованных алюминием. Это роднит данное здание с гостиницей Прибалтийская. Изначально яхт-клуб был таким многофункциональным зданием. Здесь находился конференц-зал, кабинеты, клубы, залы для отдыха, бильярдная компания и кафе-бар. Такой замечательный вид открывается с яхт-клуба. Ну а на этом все. Надеюсь, вам было интересно так же, как и мне. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok